У вас когда-либо были случаи, когда вы повели себя как настоящий злой гений? Мой друг провернул такое в первом классе. Был урок рисования, и все лепили фигурки из глины. Все его фигурки ломал главный хулиган класса. Это прекратилось после того, как он воткнул иглу в свой глиняный вулкан. Игла воткнулась в руку хулигана. Друга наказали за это, но он мне сказал, что это того стоило. Со мной произошло нечто похожее. Я и мой друг каждый день пытались сделать полую пирамиду из лего, но один мальчик постоянно ломал ее. Тогда мы сделали пирамиду, не оставив в середине ни единого пустого места. Когда он пришел и ударил по ней кулаком, то чуть не сломал руку. Может быть это будет в тему. Я работал в крупной международной компании, которая производит отбеливатели. Всему подразделению IT более 150 человек сообщили, что наши обязанности передают аутсорсерам из Коста-Рики. Ах да, нам еще поручили обучить нашу замену. Весело. Лично я целый год обучался, чтобы выполнять рабочие функции своей должности, а меня глупым не назовешь. В нашем отделе нас было 7 человек. Нам дали 2 недели на то, чтобы обучить замену. Уже поняли, к чему я веду? Большую часть обучения сотрудники замены залипали в YouTube. Мы много раз пытались объяснить руководству, что эти люди ничего не понимают, и им плевать на то, что они ничего не понимают. Но они в основном думали, что мы просто пытаемся сохранить свои рабочие места. Прошло 6 недель после того, как нас уволили. Каждому из нас в панике позвонили из компании производителя и взмолились помочь. За 6 недель после нашего ухода допустили отмену заказов в 6 раз больше, чем обычно находилось в очереди при нас. В 6 раз больше. В итоге мы все собрались на ланч и обсудили это. Я к тому времени уже нашел отличную работу и не хотел уходить оттуда. Я рекомендовал бывшим коллегам позвонить на старую работу и сказать, конечно же я помогу за 100 долларов в час. Удивительно, но их требования были удовлетворены. Итог всей истории. Троих бывших сотрудников из семьи вернули по особому контракту на 3 года, увеличив зарплату в 3-4 раза по сравнению с тем, что они получали раньше. Миссия выполнена. Мои дети начали вести себя ужасно как раз перед Рождеством. И я ляпнул, а не подумав, если будете проказничать, я выброшу ваши рождественские подарки. Угроза сработала, но ненадолго, потому что они вскоре поняли, что я блефовала. Одним вечером, вытирая следы маркера со стен, я решила обернуть пустую коробку в подарочную упаковку и положить ее под елку. На следующий день, когда они снова напакостили, я выбросила эту коробку. После этого они вели себя примерно не только весь декабрь, но и каждый последующий рождественский сезон. Когда мне было 13 лет, меня в школе задирал один хулиганистый мудак. Как-то раз я остался после уроков на час, чтобы сделать тест, который я пропустил. Когда я зашел в класс, я увидел, что дверца шкафчика хулигана была открыта нараспашку, а внутри лежал его телефон. Сначала я хотел взять его и разбить, но затем решил установить в нем пароль вместо этого. Следующим утром я наблюдал, как он снова и снова пытался воспользоваться своим телефоном, но постоянно вводил неверный пароль. В конце концов он так психанул, что швырнул его о стену и разбил. Он заслужил это. В старших классах я всегда брал с собой бутылку спрайта на двойной урок физики. Каждый день парнишка, который сидел за мной, ждал, пока я встану, хватал бутылку и быстро выпивал половину ее содержимого. Однажды дома я наполнил бутылку спрайта белым уксусом и взял с собой следующим утром. Как обычно, я отошел от парты, когда точно знал, что он увидит это. Он схватил бутылку, начал пить и сразу побежал к раковине, чтобы выплюнуть все. Я долго хохотал, как сумасшедший, а ему пришлось объясняться перед учителем. До конца школы моя бутылка оставалась невредимой. Мне надоело, что мой сосед по комнате постоянно издевался над моей консолью Xbox 360. Он играл часами напролет и иногда оставлял включенной на всю ночь. Затем он сердился на меня утром за то, что я выключал ее, потому что он не сохранил свою игру. Я пытался донести до него, что с такой хрупкой консолью, Xbox 360 первого выпуска, нужно обращаться бережливее. В общем, он не очень разбирается в технике, а я разбираюсь, как мне кажется. Итак, я зашел в настройки роутера и заблокировал все порты, которые нужны консоли для доступа к интернету. Когда он попытался поиграть, он очень расстроился и не мог понять, почему Xbox не работал. Он так и не смог разобраться, как и его друзья. Я сказал ему, что он слишком много играл и сломал Xbox. Я до сих пор продолжаю ему втирать, что он сломал мой Xbox. Мне было 7 лет, у меня был сосед, которого я терпеть не мог. Он был живым воплощением мема о надоедливом друге детства. Приходил к нам и начинал заливать о том, сколько зарабатывает его папа. Говорил, что у моих родителей отстойная машина, отстойный дом и т.п. Он по умолчанию получал приглашение на мой день рождения и моих братьев. Как-то раз мы играли в жмурки и ему завязали глаза. Мама раскрутила его до того, что он закачался и отпустила его. Вскоре после этого папа позвал маму на кухню. Я сразу понял, что делать. Открыл дверь подвала, подтолкнул его в том направлении и стал выжидать, пока все остальные с ужасом наблюдали за этим. Сосед как раз дошел до дверного проема, когда вошла мама, закричала и закрыла дверь прямо перед ним. Оглядываясь назад, я мог убить его, поэтому я рад, что мой план осуществился не полностью. В общем, я начал подозревать, что моя жена изменяет меня со своим коллегой. Я заговорил об этом с ними обоими, но мне сказали, что я слишком ревнив. Они просто лучшие друзья, и я должен понимать это. В общем, я подружился с ним. Стал его партнером по тренировкам, узнал о нем все, что мог. Приглашал его к нам на ужин, хотя знал, что он чпокает мою жену. Думал о физической расправе, но понял, что ни он, ни жена не стоят того, чтобы получить за них пожизненное заключение. Я притворился дураком. Он занимался бодибилдингом и принимал стероиды. Он не был особо умен и с трудом окончил колледж. Работал на низкооплачиваемых работах, но стремился получить работу своей мечты. Он подал заявку в школу пожарных нашего крупного мегаполиса. В случае принятия он получил бы работу на всю жизнь и карьеру, о которой мечтал с детства. Во время наших совместных тренировок он часто говорил о том, насколько это важно для него. Не хочу вдаваться в подробности, но у меня очень много знакомых в больнице и пожарной службе, так как я работаю в сфере здравоохранения. Он также знал, что я разбираюсь в таблетках и лекарственных средствах. Когда он начал задавать вопросы о стероидах, я специально рассказывал ему понемногу, чтобы разодорить его любопытство. Затем я устроил все так, чтобы он начал писать мне по электронной почте свои вопросы о стероидах. Забавно, но в его почтовом адресе было указано его полное имя. Когда частный детектив подтвердил их интрижку, я привел свой план в действие. Заранее уладив все возможные юридические и финансовые аспекты предстоящего развода, я завязал контакты с несколькими сотрудниками пожарной службы, которые состояли в комиссии по отбору кандидатов. Я предоставил им электронные письма, доказывающие, что один из их кандидатов принимал запрещенное вещество, хотя во время собеседования солгал об этом. В то время он проходил второй круг отбора и, как мне сказали, имел все шансы отобраться в группу, так как успешно справлялся со всеми заданиями. Естественно, после моего вмешательства ему отказали. Я воспользовался своими связями в отделе здравоохранения, чтобы его точно не взяли ни в одну школу пожарных в радиусе 300 километров. Он и моя жена разрушили мою мечту о счастливом браке, поэтому я отнял у них то, что могло оказать сильное влияние на их жизни. Сейчас он работает на бесперспективной работе и, наверное, до сих пор не понимает, почему его не берут в школы пожарных. Моя мачеха была злой ведьмой. Не буду вдаваться в подробности всего, что нам с сестрой пришлось пережить из-за нее, кроме одного. Она посадила двух маленьких девочек на диету, потому что мы были толстыми. Однажды я не выдержала. В свои 12 лет я придумала жестокий план мести. Раз в неделю мачеха наносила на свои волосы кондиционер, который стоил 100 долларов. Ей тогда было 56, и она отчаянно пыталась сохранить молодость и красоту. На выходные я поехала к маме и стырила крем для удаления волос. Вернувшись, я привела свой план в действие. Вылила половину ее дорогущего кондиционера, залила вместо него средство для удаления волос. Хорошенько потрясла и поставила обратно в шкаф. Я начала ждать. Каждую неделю в одно и то же время она наносила кондиционер и лежала в ванной по 30 минут. Хотя в инструкции на бутылке было рекомендовано делать это 15 минут. Она вышла из ванны и приняла душ. Затем вышла. Половины ее волос с дорогой перманентной завивкой не было. Она так и не узнала, что это была я. Пошла ты к черту, ведьма. Я до сих пор готова надрать тебе зад, если выпадет возможность. После колледжа и до поступления в юридическую школу я жил в трехкомнатном доме с двумя девушками из женского студенческого сообщества. Мне, как парню, это очень нравилось. В декабре я заранее сказал им, что буду сдавать вступительный экзамен в юридическую школу и несколько раз напоминал об этом. За ночь до экзамена они решили пригласить в гости кучу друзей. Они распивали алкоголь и очень шумели. Я хотел немного поспать и несколько раз просил их быть тише. К четырем ночи я был в ярости. Вечеринка потихоньку стихала, они начали говорить о том, чтобы устроиться спать в гостиной. Я слышал, как несколько парней сказали, что им не нужно одеяло. Я вышел в полутемный коридор, повернул ручку обогревателя вниз до упора, вырвал ручку, вышвырнул ее во двор и лег спать. Через несколько часов, когда я проснулся и вышел за дверь, несколько парней лежали в гостиной, прижавшись друг к другу. Один из них спросил меня, почему так холодно. Я просто посмеялся и пошел сдавать экзамен. Когда я был ребенком, примерно в 6 или 7 лет, я каким-то гениальным образом придумал план, как напугать мою няню. Она уложила меня спать. Когда она пришла, чтобы разбудить меня, я сделал вид, что все еще сплю. Я продолжал притворяться, когда она начала трясти меня. Продолжал притворяться, когда она позвонила моему папе. Продолжал притворяться, когда она позвонила в 911. Продолжал притворяться, когда она положила меня в ванну и наполнила ее ледяной водой. Когда няня побежала говорить с диспетчером 911, я подмигнул сестре. Я продолжал притворяться, когда она несла меня голову на первый этаж. Наконец я сдался, когда увидел, что в гостиной было полно врачей-скорой, полицейских и спасателей. Можно легко определить, не притворяется ли человек спящим, подняв его руку и уронив на его лицо. Только самые стойкие люди или те, кто на самом деле без сознания, дают руке упасть на их лицо. Этот чувак стойко продолжал притворяться, когда его опустили в ванну с ледяной водой. Думаю, легкая пощечина от собственной руки не стала бы для него проблемой. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok